Украсть, продать, деньги вернуть тем, кого обокрал. Схема сомнительная, но вполне вписывается в статью Уголовного кодекса – кража. Полицейские задержали мужчину, который мимо кассы, супермаркетов, причем в разных регионах страны, уносил бритвенные принадлежности. Станков Элезий наворовал на 117 тысяч рублей. На кадрах оперативной съемки злоумышленник в маске. Поэтому трудно сказать, насколько он гладко выберет. В течение двух дней, 11 и 12 марта, в полицию Чебоксар и Новочебоксарска обратились представители сетевых магазинов с заявлениями о кражах. Объектом хищения во всех случаях являлись бритвенные принадлежности. Полицейские по крупицам собирали все детали происшествий, изучали камеры видеонаблюдения. Полученная с мест происшествия оперативная информация дала основание полагать, что ко всем случаям кражи бритвенных лезвий причастно одно и то же лицо. Было установлено, что злоумышленник за два дня посетил 19 магазинов в Чебоксарах и Шественного Чебоксарске. Проведенные мероприятия вывели на след предполагаемого преступника. Оперативники установили, что подозреваемые находятся в Южном федеральном округе. В результате служебной командировки предполагаемый преступник был задержан сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Чебоксары. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 43-летний житель Калмытии. В ходе дознания установлено, что преступление фигурант совершал в поисках денег. И похищенные товары он продавал. Аналогичный факт был задокументирован коллегами в городе Орск Оренбургской области. Там объектом хищения стали также бритвенные принадлежности. Обвиняемый в совершении 26 эпизодов краж из магазинов свою вину признал. И ущерб, превышающий 117 тысяч рублей, возместил в полном объеме. В настоящее время уголовное дело, сформированное дознавателем в 8 томах, с утвержденным прокурором обвинительным актом для рассмотрения, направлено в суд.